Ура! Юбилейная восьмая серия. Та серия, в которой всё случится. Вы нам обещали трэш, мы его сегодня должны получить. Я надеюсь, план... Не дай бог мы его не получим. А мы уже готовы, мы ждали его, мы все ждали. Закончилось на том, что вот эта вот колдунья какая-то рассказала про пророчество, что исповедница лишит... Ну, кто-то в белом, она вот так вот сделала. Она его... Не сила, она предаст. А, нет, что типа... Не-не-не, что искатель будет предан кому-то в белом. Предан кому-то или кем-то? Предан. Ну, она... Он станет преданным ей. Ну, типа, она его исповедует. Ты что, не понял? Она предаст его. А, может, это я не так поняла? Ну, она сказала, будет предан кому-то в белом. Или кем-то в белом. Блин! Прикол, если я тупая. Ой, как громко. Это что такое? Это исповедница? Это какой-то новый персонаж. Слушай, а что это? Что это? Это местные правоохранительные органы? Это же похоже на дубинку. Да, на дубинку? Это правда на дубинку похоже? Ну... Я одна считаю, что это не похоже на дубинку. Госпожа Дэнна. Госпожа... Генерал Нас. Новая злодейка? Не скажу, что рада тебя видеть. Что за лук? Я не могу её меч из головы выпустить. Ну, ладно. Вот ты держишь его в кабуре. Не в кабуре, а в нож. А какое предназначение у него? Ну вот, я уже догадываюсь. Он такой... А, воняет просто, наверное. Вот так вокруг тебя. От использования просто предыдущих. Он такой, блин. Ты показывай на мне. ...меня преследовал. Пытался заполучить скотолку Одена. Его пора остановить. У тебя целый регион солдат, генерал. Что для них убить одного человека? Есть новый приказ. Ты схватишь Искателя и обучишь его. Я думала, лорду Ралу нужна его смерть. Лорд изменил планы. Обучишь его? Чему? Прикинь, он достает эту палку. Правило номер семнадцатая. И просто без объяснений. Ничего себе! Это то, что вы нам обещали? Достойно. Я бы хотел, что вместо мяча в этой заставке была эта палка. Да, обыскатели. Так, ладно. Всё. Никакая это не палка. Я знаю, что это такое. Это дилда. Всё. Давайте ему вот этот момент урегулировать. Урегулировать. Никакая это электрошокер. Ну, небольшой ток, наверное, пробегает. Стой. За нами идут. Ты уверен? Ни хрена себе! Ему уже не поможут. Как и тебе. Так. Почему? Попреданная. Женщине и девушке в белом. Она его предаст. Да, галюны. Галюны. Кирилл. Кирилл, проснись. Чуть-чуть. Тебе что-то приснилось. Всё нормально. Просто плохой сон. Всё нормально. Я... Я тебя убила. Хорошо, что это просто сон. Что, если не сон? А исповедницу можно исповедовать? Если её друга... Другая исповедница. Да, более мощная исповедница. Блин, а почему я подумала, что он будет ей предан? Да потому что в твоей голове, Рубин, все должны тебе поклоняться и быть тебе предан. Нет, потому что только был такой контекст, что она может его исповедовать случайно. Да. Тогда он будет ей предан. Я так подумала. Могучий русский Рубинким язык. О чём ты? Что же это тогда? Я расстроена. Предчувствие? Ты же не убьёшь меня. Ну, пророчество. Шо-то сказала, я предам тебя. Ты знаешь, что Зетта не думает. Ложь всё, что она не скажет. Она ведьма. Могущественная ведьма. И знает, что в зале пророчеств написано. Кто-то в белом предаст искателя. Келлен, ты никогда не сможешь предать меня. Ну, кто-то в белом, это слишком широкий мазок для того, чтобы конкретизировать пророчество. Да, там чё только она белая носит. Я, между прочим, тоже иногда хожу в белом. Моя футболочка с Канадой. Это мог быть я предателем. Допустим, какой-то серый. У меня тоже есть блузочка такая. Да, 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 это все наши белые одежды. Это противоречит всему, во что ты веришь. Я опасна для тебя. Келлен, я не так давно знаком с тобой, но за всю жизнь я никому не доверял больше. Никому не был так привязан. Да, он говорит уже как исповеданный. Он уже исповеданный. Все. Готов. Я? Я? Что? Да что, что вы. По новой все расскажет. Да, опять этот, опять, слушай, Ричард, такое дело, ты лишишься сознания, а потом вообще личности. Но они хорошо отыграли поцелуй. Они прям... Максимально. Почему, когда ты это показываешь, это отвратительно? Не хочу. Ну почему сразу отвратительно? Это потому, что ты со стороны смотришь, как это выглядит. А по факту оно же вот так. Нет. Что она делает? Целует его. Я вижу, нельзя же. Нет, целовать можно. Нет. Это неправильно. Почему? Ты не понимаешь. Да, не понимаю. Этого никогда не будет. Ужасно. Ну что ты уже сказала разок? Скажи второй. Скажи еще раз. Да, что проблема? По второй, по накатанной. Легче ведь идет. В Браймон две дороги. Думаю, надо подойти с юга. Новое платье? Я с обмеду. Ты это о чем? Ричарду опасно быть рядом со мной. Из-за того, что лживая чертовка Шота сказала тебе об этом мнимом пророчестве? Ты веришь, пророчество можно отвести. И пытался это сделать, прятав Ричарда в Хартленде. Но не вышло. Не так ли? Не важно, во что я верил. Ты не должна бросать Ричарда. Я вовсе не бросаю его. Я спасаю его. От чего именно? Ты был прав. Я неравнодушна к нему. Ночью я чуть не потеряла контроль над собой. Если бы я не остановилась, Ричард был бы навсегда потерян. И пророчество бы исполнилось. Но ведь ты смогла остановиться. Возможно, завтра у меня не получится. Хартлен, ты сильная. Ты никогда не допустишь этого. Что бы сама? Нет. Ну, откуда мне знать, как пророчество может исполниться? Ну, получается, и ты, и я были правы. Предаст это не обязательно, что она вот его предала. Какая глубокая игра слов. В любом случае получается, что ему будет плохо от них. Предам его из-за колдовства или обмана. Но больше контекст прокривались. Пророчество не отводится. А я знаю, что искателю нужна исповедница. Я думала об этом. Многие исповедницы спрятались, когда Рал объявил охоту на нас. А может быть, не обязательно эта исповедница ему нужна? Да, кстати, другая. И уже должно быть... Много. Ну, говорят, что она одна из самых последних, последних исповедниц. Но не факт. Вот девушка, которая в самом начале вполне себе подходит на роль исповедницы. Не знаю. Но, давай так. У неё есть всё. Вся харизма, инструменты для исповедателя. Блин, я не могу выбросить из головы эту палочку. Вручалочку. Одну из них я знаю. Она укрылась в селении здесь близко. Два дня пути. Ты дала клятву! Я помню. Но есть другие способы ему помочь. Я не бросаю Ричарда в его миссии. Но не могу с ним остаться. Твои чувства к Ричарду пугают тебя, дитя. Невообразимо трудно не иметь того, что доступно другим молодым людям. Но Ричард тоже зелён. Если скажешь, ему правду он поймёт. И пройдёт через всё это с тобой вместе. Да она не хочет говорить ему. Почему мы все думаем, что она хочет сказать? А что меняется? Ну, он начнёт оттормаживать. И она не хочет, чтобы он оттормаживает. Ей нравится, что он так... Да, 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 да. Ну ты прикинь, он сразу такой... Всё, он больше не в активе. И тогда ей придётся идти навстречу. Она говорит, Ричард. А она не хочет, потому что ей тоже нельзя. Знаешь, намного легче сопротивляться. Типа, как... Ой, уйди. Уйди. Вася, уйди. Не трогай. Вася, ну чёрт, тяга ты, а? Ну вот, а... А самого себя стращать, это очень тяжело. Не хочет она. Вот почему она не сказала. Она в прошлый раз сказала, пожалела. Сейчас всё. Больше не скажешь. Я знаю Ричарда. Если он узнает, что я люблю его, он бросит всё. Будет ходить за мной. Стараюсь убедить в том, что у нас есть будущее. Но его нет. И потому он никогда не должен узнать об этом. О, я думал, он на его сейчас поцелует. Что происходит? Ты не можешь уйти. Ты нужна мне. Нужна Зеду. Я могу стать опасна в любую минуту. Без тебя я бы уже был мёртв. Со мной тебя ждёт нечто похуже гораздо. Хуже смерти? О чём ты говоришь? А? Это как-то связано с прошлой ночью, да? Нет. Вы, исповедница, видите правду, но не умеете лгать. Кэлин, прости за тот поцелуй. Я виноват, но ведь ты тоже меня поцеловала. Это была ошибка. Скажи мне в глазах, что ты не чувствуешь ко мне того же, что я к тебе. Блин. Я к тебе ничего не чувствую. И никогда не буду. Как ты мог её отпустить? А что я мог? Сплести волшебную паутину вокруг неё? Мог бы просто меня поддержать. Ты от меня что-то скрываешь. Урок 18, Искатель. Смотри на то, что впереди, а не у тебя за спиной. Это странная формулировка. Чёрт, мне его жалко. А если впереди твои страдания о прошлом? Это прошлое есть. Но твои страдания о нём настоящие, а следующее за ним. Твоё будущее. Чё? Смотри, допустим, тебя бросил парень. Допустим. И ты такая, о, ужас! Сам факт расставания в прошлом. А страдание о том, что тебя бросили по какой-то причине, находится в настоящем. Это весь прикол, она говорит, не страдай, это весь в прошлом. Подумай о настоящем, о тех парнях, которые и будут в будущем. Так страдание там находится. Так не страдай, весь прикол этой фразы в том, что не страдай, ведь это прошлое. Ну ладно, ладно, вот я уколю тебе ручку, пальчик. Ты же страдаешь прямо здесь и сейчас. И, соответственно, твоё будущее, это немножечко пострадать. Ну и он говорит, не думай о том, что ты вот уколола пальчик. Думай о том, что он заживёт. Ну, твоё ближайшее будущее, что тебе болит. Ты будешь спорить, блин, с советами Зеда? Пошёл я нахер, я знаю, простите, пожалуйста. Зедиус за Драмгус. За Радиакус. За Радиакус. Личев, на тебя за спиной! Безоспоеднице сложно, конечно, тратиться. Морисит. Ой! Ричард, нам их не победить! Надо уходить немедленно! Брось меч! А колдуньи! А волшебница! Она какая-то очень сильная тётика. Очень огненная женщина. Вот исповедница их кинула, блин, тупая. Ну, не тупая. Ну, какая разница? Ну, вот, кстати, это в нашей голове, что ничего плохого не произойдёт. А вдруг он такой на себе... Вот тебе цветы я собрал с поля. Не, ну, сейчас-то она пригодилась бы. Сейчас, да. Но на следующий день, когда он в овощ превратился... Я не превратился бы. Ричард, нет! Взять старика! Ты была права, это электрошокер. Я был прав. Не показывай на мне сколько раз говорить. Волшебник ушёл. Мы получили то, зачем пришли. А почему волшебник ушёл? Если мне не изменяет память, раньше он из огня пускал всякие фаерволы. Да. Фаерволы, фаерболы, блин. Фаерволы-то у меня в компе. Да, кстати. Чего он никак не вмешался? Он последнюю свою магическую силу потратил, чтобы свою задницу оттуда увезти? Он голый? Не совсем. Не совсем. Взывать меня госпожа Дэнна. Ладно, вы были правы. Хочу на хрен. Не очень устал? Скажи, где мой друг? Если я спросила, отвечай. Ты не очень устал? Может, хочешь спать? Я не замкну глаз, пока не выберусь отсюда. Тогда, малыш, ты будешь очень утомлён, потому что сегодня я намерена заставить тебя умолять меня передышке в тёплой постели. Ладно, это не... Это не весёлая игра. Я просто подумал, а что будет, если засунуть его... Да ты задолбал! В задницу. Наверное, это будет неприятно. Наверное. Но она сделана для этого, Рубин. Это не я придумал, ты сама сказала. Вся эргономика... Ну, если честно, они реально заигрывают с этой тематикой. Ну, это же не случайно. Вот это вот госпожа, ты будешь умолен... Ну, и что это за хрень? Скажи мне, где мой друг? Волшебника больше нет. Я сама его убила. Ты лжёшь. Ты никогда раньше Мордсид не встречал, верно? Мы можем перехватывать и контролировать любую форму магии, направленную на нас. Вот почему твой друг пытался предупредить тебя не трогать меч. И я обратила силу меча против тебя. И вот почему он фаерболл кидал. Потому что они полетели бы ему обратно в Харию. Они обращают магию, да. Только вот почему-то... А, он обратил магию на самого себя, это помогло ему уйти. Да, да, да. Она её не нивелирует, она её... Да, да. Но ведь сила меча... Была против них. Сила меча всегда сила меча. Я думал, что сила меча сила меча, когда ты им начинаешь... Ну, он вот так вот держал, собирался драться с ними. Не знаю, какая дырочка получается. Не дырочка, абсолютно нормальная. Сейчас будет дырочка, сейчас. Я спалила твоего друга дотла с помощью его же огня. Это тебя не сильно расстроило? Не сильно. Старик действовал мне на нервы. И кто тут у нас лжец? О, дайте посмотрим. Так, у нас здесь есть... Эльбарда. Мне нравится эта штука с шипами. С шипами, да? Это принадлежало тем, кого я обучала. Это честь, добавить меч истины в мою коллекцию. Советую не привыкать к нему. Как раз тот самый мятежный дух, который приносит сплошные проблемы лорду Ралу. Дни Рала сочтены. Он собирался тебя убить, но он мудр и понимает, что это может превратить тебя в мученика, что привлечет еще больше людей к твоему вредоносному делу. И тогда он одарил меня честью воспитать тебя. Поздно меня воспитывать. Ты не чувствовал мой Эйджил. Че? Чем больше сопротивляешься, тем болезненнее будет его магия. И когда я закончу так тебя обучать, ты сделаешь все, чтобы угодить мне. Что угодно. И ничто не порадует меня больше, чем Искатель, стоящий в роднородного дворца, где перед толпами людей он примет руку лорда Рала и поклянется ему внедленной любви и верности. Классный план. Я понял, откуда этот референс в Игре Престолов с вонючкой. Че за вонючка? Тирион. И что? О, не Тирион, а этот. Железных островов, это черт. А, это Грей Джой. Грей Джой. Грей Джой? Грей Джой, да, Грей Джой. Грей Джой. Ну там ты прям по же самое. Он его насиловал, он его бил. Отрезал ему член. Да, 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 да. Все, я поняла, о чем ты. Перевоспитал его. Да. Надо до такой степени, что позволял ему острые бритвы себя брить. Нет. Я возьму этот меч. И убью им его. Но прежде тебя, люблю, когда мне угрожают. Начнем урок. Какой ты трэш. Что тебе здесь надо? У меня здесь подруга, она живет в деревне. Это подруга, кто она? Моя подруга очень любит белые розы. Ты друг Лара? Здравствуй. Твое предложение честь для меня. Но не знаю, смогу ли я быть исповедницей искателя. Да, мы были правы. Есть еще куча исповедниц. А какая разница быть исповедницей искателем? Там что, какая-то совместимость уникальная? Там типа, ну, честь. Там типа сложная задача, непростой путь. Там надо быть конкретной исповедницей. Я верю в тебя, Лара. Ты справишься? У меня здесь много друзей. Местные за последние годы стали во всем зависеть от меня. Я, простите, я еще раз нашел метод, как спокойно жить с Ричардом и не исповедовать его. Как? В момент порыва страсти, любви, она должна держать в руках курицу. Или любое другое животное. И вот они вместе. Вот все это происходит, она курицу не отпускает. И вот это все, Ричард, я все. И все в курицу, короче. И она ее исповедует каждый раз. Ты придурок, скажи честно. Признайся. Признайся всем и мне. Это же просто еба. Одну и ту же курицу можно исповедовать до бесконечности. Нет. Один раз можно исповедовать? Конечно. Им нужно просто кур завести. Ну знаешь, чем может быть осечка? А ну-ка. Есть в моем плане изъян. Надо же. Она может взять уже исповеданную курицу. И пойдет все в Ричарда. Надо четко делить. На два загона. Исповеданные куры и неисповеданные. Тебе только это в твоем плане смущает? Нет. Есть еще пару моментов. Например? Ну. Ну это неудобно в целом. Да я, ну с этим как-то можно жить, мириться. Ну. Чего ты вообще сделал, что животных можно исповедовать? Да можно исповедовать животных. Управляю их в делах, слежу за порядком. Я буду оказывать им любую помощь. Тогда я буду рада служить искателю. Блин, какая она тупая, да, Келлен? Спасибо. А что если кто-то предаст исповедника в белом, ой, искателя в белом, это новая исповедница? Ну опять же, мы же с тобой вычислили прошлую пророчицу. Тебе же не говорили, что это ты будешь, искали кого-то в белом. Ну а если вот ты пошла, нашла новую исповедницу. Очень широкие критерии. Это жуткая серия. Да, тревновата. А вот ее воспитанник. Она ему палку дала. Дождевая вода. Ричард, за что они тебя тут держат? Моя дочь. Я спал у себя дома, когда ворвались эти тхарианские животные. Забрали меня и мою дочь, Мэриэл. Ей только шесть. Она здесь? Она в другом замке проходит испытания. Если выживет, из нее сделают мортсид. Но она еще дитя. Так и создаются эти чудовища. Они отбирают у родных совсем малышек. Безжалостно мучают их. И это длится до тех пор, пока в них не останется ни капли добра. Потом обучают темной магии и тому, как пытаться ее помощью. Капец. На службе у Даркина Рала. Последним испытанием моей дочери будет убить меня. Чтобы убедиться, что она с ними. Вдвоем нам отсюда не сбежать. Попробуй отвлечь их, и у тебя будет шанс. Ты даже не знаешь меня. Почему ты хочешь это сделать? Почему ты отдал мне воду, которой так мало? Я знаю, как это тяжело для вас. Какой становится сложный сериальчик. Ну, реально, начало, первые две серии заходят. И вот это... Максимальный контраст. Нелегко и для меня уходить из такой родной семьи. Но искателю нужна моя помощь. Она их всех исповедала. Всю деревню она исповедала. Нет, нет. Да, да, да. Вообще чокнутая. Нет. Поехавшая. Короче, как это случилось? Она повстречалась с одним мужчиной. Он ее обидел. Сказал ей всю правду в глаза. Она его исповедала. Живут вместе, к ней начали приходить. И она так по очереди всех мужчин исповедала. Вот всех. И женщин. Чего это делать? С того, что ему грустно, что она уезжает? Они все в нее влюблены. Хорошо. Спорим? Готовы спорить? Я не спорю. Они все ей исповеданы. И она сделала свою секту. Хорошо. Хорошо. Все хорошо. Меня успокаивает как-то недоразвит. Хорошо, хорошо, хорошо. Выпей таблетки. Кэлен позаботится о вас. Вы будете слушаться и почитать ее, как если бы она была мной. Хорошо, Лара. Ты видишь формулировки? Хорошо, Лара. Ну, может быть, может быть. Я не отрицаю. Она такая... Блин, там я так нех-нех... Но искателя в свою коллекцию положить, наверное, было бы хорошим трофеем. Ну, а что, Кэлен не понимает этого? Почему они тебе так поклоняются? Ты обязана сказать, Лара. Ты их исповедала, когда пришла к ним? Ты прав. Это слишком имбовый персонаж. Он сильнее Даркина Рала. Я объясню, почему. И она работает как вирус. А не, надо быть еще при этом сильным. Они же восстанавливаются по несколько дней после того, как кого-то исповедуют. Нам в комментариях сказали, что Кэлен, она просто очень сильная и может восстановиться буквально за день. А в основном на это требуется неделя или даже больше. Я просто подумал, что это реально крутая тема. Ты берешь 10 человек, вербуешь, исповедуешь их. Они приводят тебе еще 10 человек. Ты опять их исповедуешь. И у тебя таким образом, я не знаю, лет за 10 набирается вот такенная армия, которая вообще просто безотказно в тебя верит. Они готовы делать все, что ты им скажешь. Они построят все, что нужно. Они, я не знаю, заадаптируют всех остальных. А искательницы, исповедницы намного сложнее и могущественнее с точки зрения опасности, чем Даркин Раул. Им нужно просто исповедовать нужных людей в нужных точках. Если бы это было прям супер легко. Ну а что легко? А не у них был такой план исповедовать, допустим, какого-то военачальника? Ну не получилось. Да, но можно было бы, чтобы и получилось. Если бы она подскочила вовремя и до него докоснулась. Нам видно было, почему у нее не получилось. Сюжет не разрешил. А если бы можно было? Все, реально. Ты берешь просто пару стражников, исповедуешь, они тебе всю инфу будут сливать. Они будут максимально не палиться. Они же все, они же ее любят. Они не будут ее предавать. Зачем искатель? Рала можно убить с помощью, ну не знаю... Тем более искать этих исповедниц не одна. Если их там штук 10, они объединятся? Ну, видишь, они не хотят этим заниматься. Это не очень этично, благородно, правильно подчинять своей воле людей. Ну что? Скажи вот этой тетке, которая всю деревню к себе подчинила. И ты хочешь ей довериться? Ну, типа, ты вот этой тетке, которая исповедовала такое огромное количество народов. Я думаю, она пересмотрит свое решение сейчас. Ты превратила этих людей в своих рабов и приказала им забыть свои страхи. Кэлен, они выгнали тхорианцев из деревни. Я дала каждому волю и силы защитить свой дом, изменить свою жизнь и покорно служить тебе. Я сделала это все не для себя. Я хотела лишь помочь им. Ты уверена? Тебе не льстит, что эти люди целиком в твоей власти делают, что ты хочешь? Слышь, этот мужчина, Раф, стал твоим любовником? А как много людей ты исповедала? Это другое. Я исповедовала врагов в битве, помогая искателю в его миссии. И только когда это было необходимо. Кто ты такая, чтобы осуждать то, что я сделала? Я делала то, что считала нужным. Они в безопасности и счастливы. Кэлен! Зэд! Лара! Все в порядке, он друг. Что такое? Что случилось? Ричарда схватили. Он уморсит. Зэд! Беги! Давай! Чего ты ждешь? Госпожа! Ты же не думал, что Бенедикт оставит нас, верно? Мы практически семья. Я бы тебя никогда не предал, госпожа. Я сказал ему все, что ты велела. Значит, все, что ты говорил мне про свою дочь, ложь? О, нет, все это правда. Но сейчас, проведя у нас несколько месяцев, Бенедикт понял, какая честь для его дочери быть избранной стать Мордсит. Так ведь, Бенедикт? Да, госпожа. Капец. Ты подстроила это. Зачем? Показать бессмысленность твоих попыток сопротивляться мне. Какой ужас. Ты удивляешь меня, Искатель? Мог убежать, был бы уже у главных ворот, но отдал свой последний шанс на свободу ради дитя, которого даже не видел. Почему? Потому что я и тебя перевоспитаю. Я перевоспитал девушку сам, значит. Перевоспитал лжебрата. Перевоспитал еще мелкого говнюка. Я кучу народу перевоспитал. И тебя перевоспитаю. Это я здесь, господин. Мы с тобой разработаем план. У них же ничего не осталось в душе, понимаешь, ничего хорошего. А она такая, ну как же, как же он может оставлять вот для человека хоть какую-то надежду? Может, и для меня оставит, мои темные души. Зародилась вот это, понимаешь, искорка любви. Не превратили в такую, как ты. Морсит будет мучить его чуть ли не до смерти. Пока он не станет делать все, что она прикажет. Лгать, убивать. Они сделают из него пешку Дарк Эмерала. Ричард выдержит. Он выдержит боль, да. Но магия Иджилов сломает любого. Перед ними даже Ричард долго не выстоит. Я не мог даже попытаться защитить его. Они бы собрали у меня силы и обратили против меня. А без волшебства я всего лишь старик в рубище. Должен быть способ спасти его. Я прошел за Морсит вплоть до замка. Там дюжины тхарианских гвардейцев. У нас нет людей, чтобы прорвать оборону. Я найду вам людей. Нет, не смей это делать. Почему нет? Она исповедала всех до одного в деревне. Что? Ты слышала, что Морсит сделает с Искателем? Мы спасем его как-нибудь иначе. Нет у нас никакого иначе. Ты просила меня принять миссию сберечь Искателя. Это я и предлагаю сделать. Ты предлагаешь! А не те, кого ты отправишь на смерть! У них выбора нет! Ну, это очень голословно. Потому что в любом случае выбора нет. Нет, а если бы они не были ей преданы, они могли бы не пойти. А теперь они... Ну, в любом случае, во всем, в любом вооруженном конфликте выбор весьма иллюзорный. Да, можно сбежать, да, можно... Ну, это не одно и то же, когда ты не подчиняешься себе. Ну, да, да, ладно. Здесь еще более сугубая ситуация. Если есть хоть шанс спасти Ричарда, мы должны идти сейчас же. Что она ему показывает? Не, 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 не. Это помогает ему, понимаешь, держаться на плаву. Не, мне кажется, это та хрень показывает ему эти видения, чтобы как-то влиять на его разум. Я знаю, что ты делаешь. Хочешь отвлечься, сбежать от боли. Все пытаются сделать это. Ну, то, что я так же делаю. Твои мысли тоже принадлежат мне. Тогда скажи, о чем я сейчас думаю. У моих заказчиков такая же палочка. Если я коснусь тебя здесь, Эйджилом, твое сердце остановится. Так что говори, кто с тобой был? Ралле нужен живым. Ты сама сказала. Убьешь меня, представь, что он сделает с тобой. Какая неуютная серия. Что это за магия такая? Эшкедэ. Это дыхание жизни. Им мы оживляем тех, кто умер при обучении. Нифига себе. Я был мертв. Чего? Они могут воскрешать? Ничего себе. Они вообще какие-то непобедимые. Блин, я начинаю верить вообще. Любая гипотеза твоя. Ладно, хорошо. Сегодня она не сработает. Про воскрешение трупов и вот эту армию мертвецов. Но буквально через несколько серий появляется инструмент, который в целом делает этот процедур реальный. Вполне. Несколько минут. Ты чуть не стала постоянным жильцом подземного мира. Теперь ты знаешь, что даже смерть не прекратит мучений. Эй, Джим, это много больше, чем оружие. Прекращай твое сердце биться. Он оставил часть меня здесь. Наши сердца, наши мысли становятся едины. Скоро ты будешь думать только об одном. Как угодить своей госпоже? Ахренеть. Тогда все для тебя станет гораздо легче. Вот это прикол. Я больше не буду тебя мучить. Хотел бы так. Но сначала ты должен сказать мне, о ком ты тогда думал. Ее зовут Келлен. Келлен Амнел. Ты любишь ее. Она тебя исповедала. Поэтому ты любишь ее. Нет. Келлен не смогла бы так поступить со мной. Ей не нужна магия, чтобы я полюбил ее. Она не сказала тебе. О чем ты? Если вы с Келлен будете вместе, хоть раз освободится ее сила. Она сокрушит тебя и уничтожит твою душу. Ты навеки станешь ее рабом. Блин, искатель в этот момент. Так вы, вашу мать, чем еще рабом я буду? Твоим, Келлен. Кто еще хочет меня сделать своим рабом? Вы с женщиной задолбали. Ну, реально. Тут женский абьюз выкручен на максимум. Нет, ты лжешь. Тогда почему она не отвечает тебе взаимностью? Такому благородному, смелому парню, как и с Катей, что мил глазу любой девушки. Это неправильно. Этого никогда не будет. Я не могу поверить, что волшебник не предупредил тебя. Даже не думай, парень. Этому не бывает. Не с ней. Не хочу больше видеть твоих страданий. Сегодня у меня есть другие дела. Так что воспитывать себя будет Констанция. Она очень жестока. Я тебе советую создать убежище в своем сознании, как ты делал прежде. Но ты сказала мне не думать о Келлен. Ты должен думать обо мне. Капец. Она красивая. Ну, когда распустят свою косичку. Все юзают его. Я не могу. Она красивая. Да, да, да. Она и с косичкой красивая. Ну, с распущенной тоже так. Ну, необычно. Я уже привык к ней к косичке. Ричард? Я тебя послушался. Я не был с ней. Я был с тобой. Что ж, умница. А если эту палочку направить на... На нее? На нее же. Ну, наверное, что-то будет. Возможно, Ричард притворяется. Возможно. Да не, он нам показали. Он там ее, она и гладила. Ему все нравилось. Ну, что? Это, может, такой обман. Обман самого себя. Обман в кубе. Обманут нас. А, нас обманул. Не знаю. Насколько гениальная игра. Она говорит. Думай обо мне. Когда тебе будет насил дух. А это нормальная процедура. Они меняются для этой цели. Да, 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 да. Как добрый злой коп. Это специально, да, да, да. Как добрый злой коп. Но часть тебя все еще сопротивляется. Ты думаешь, что схватив мой Эйджил, ты сможешь вырваться отсюда? Нет. Давай. Бери его. После того, что ты его и терпел, я не отберу у тебя этот шанс. Сейчас я его скрофил. Я лишь хотела, чтобы ты понял, Эйджил причиняет страшную боль любому, кто его коснется. Даже тому, кто им владеет. Очень больно, да? Мне жаль тебя. Не беда. Боль это признак бытия. Ее испытывает все живое. Она объединяет нас. Мордсита обучена использовать боль. Направлять ее. Контролировать. И ты научишься. Трэш. Вот они, конечно, не мультируют. А вот вам еще одна гипотеза. На самом деле она за добро. Я знаю, что я сейчас говорю, как жертва... Как жертва Стангольского синдрома. Но все равно, слушайте. Она на самом деле против Даркина Рала. Она воспитывает его сопротивляться боли, чтобы потом этого Рала победить. А потом в конце ты прошел обучение. Вот тебе грамота из нитологии. Все эти тхарианцы страшны. Но их оружие и черной магии не сломит любовь, связавшую нас. Сегодня победа будет наша. Мы должны спасти Искателя. Пойдем, куда прикажешь, госпожа. Да, точно. Ладно, я переоценил ее способности, потому что они превращаются в дебилов. Когда ты только... Все твои мысли о том, чтобы любить Искательницу, это очень сильно Исповедница. Исповедница, Искательница, Исповедница. Искатель. Это Исков Искательница. На самом деле прикол, что нам в этой серии показывают двух госпожей. И как бы одна зло, другая добро. Но по сути это одна хрень. Да. И глубокое противопоставление. Я бы не сразу имел. Слушай, какая ты молодец. Где отправлять их на бойню? Они не ведают страха и готовы к сражению. Ты гонишь этих бедняк в бойку, в побочинах тхарианских... Ты гонишь? Ты что гонишь? Они не могут даже в нож на меч положить. Ты чего? Над им морсит. Одно лишь отсутствие страха не спасет их от разгрома и смерти. Тогда любая надежда на спасение Ричарда умрет с ними. Как еще нам вытащить Ричарда? Если мне удастся проникнуть к Ричарду, и поговорить с ним, я напомню ему, что он искатель. И может тогда мы выберемся вместе. А что если он уже сломлен? Попытаюсь как-то подобраться и убить морсит, которая его обучала. Сброшу ее власть над ним. Один час. Ждите здесь. Не вернусь к этому времени. Дохранят тебя духи, дитя. Я сейчас почувствую, как воняет Зэд. Почему? Ну вот она его обняла. Вот волосы вот эти немытые, вот он весь в рубище, как он сам выразился. Вот такой... Дедом воняет. Деда, позвольте Констанции тренировать меня завтра. Почему ты попросил Констанцию? Ты предпочел ее удары моим? Очевидно, я была слишком добра с тобой. Почему ты попросил ее? Отвечай. Ведь тебя тоже Иджел не щадит. Не хочу, чтобы ты мучилась из-за меня. Констанция такая... А ты хочешь, чтобы я мучилась? Ах ты, хрен! Я тебе говорю, Анна... Да мне кажется, Ильчер спритворяется. А она влюбится. Она такая... Ой, все. Так он заботливый. У меня уже в голове созревает план. Ну как нас всех спасти? Ну да, да, да. Я не встречала такого, как ты, искатель. Кто-то у главных ворот. Прогнать прочь! Это исповедница. Ты должно быть, Кэлен. Ричард говорил мне про тебя. Я признался, что любил тебя. Но все прошло. Ясно почему. Ты не настолько впечатляющий, как я думала. За мной сотни людей, готовых к битве. Они намерены взять этот замок. Мои разведчики видели только две дюжины мужчин среди них. И они не бойцы. Это обычная деревенщина. Они необычные. Все, кто там были, исповеданы. Они будут биться насмерть, чтобы спасти искателя. Многие из вас могут умереть. Может быть, и ты. Я хочу обойтись без кровопролития. Я знаю, как велика твоя сила. Все, что я хотела, остаться с искателем наедине. Попрощаться. Ну да, конечно. Мы ж тут тупые. Мои разведчики также заметили там другую исповедницу. А из того, что Ричард говорил не про тебя, я поняла, что ты не могла поработить невинных крестьян. Выходит, это была другая исповедница. Значит, все, что я должна сделать, это убить ее. И все чары с ее людей будут сброшены. Ни хренай себе! Ты сделал мудрый выбор, Ричард. Вот это трэш! Ладно, он, видимо, не притворяется. Вот, а че? А как все закончится? А мне, да, давай до конца сгни свою линию. Он притворяется до конца. Что, п-п-п-по... Да, вон прям вообще, вот прям конкретно поверили, чтобы вот вообще сомнений не осталось. Гни свою линию. Хорошо, гни. Я очень тобой горжусь. Ричард! А, ладно, все хорошо. Прости. Я не хотел это делать. Но гвардейцы Дэна убили бы тебя. Мы должны выбраться отсюда. Не знаю, смогу ли я уйти. Я беспомощен перед Дэной. Я держался, но ее магия оказалась сильнее. Временами я не могу даже думать. Делаю все, что только она прикажет. Ричард, не сдавайся ей. Я должен буду предстать перед Ралом и присягнуть ему. Ты этого не сделаешь. Я способен на худшее. Я не могу сопротивляться ей. Особенно, когда она подносит ей Джилл. Келлен, если она прикажет мне тебя убить, я вряд ли смогу остановить себя. Я тебя знаю. Ты достаточно силен. Думаю, выход есть. Говори. Исповедуй меня. Что за хрень? Из одной тюрьмы в другую? Ричард, если я... Ты должна. Исповедуй тебя. Я уничтожу то, чем ты являешься. Да ну уже это делай. Исповедуй меня, я сражусь с ней. Лучше быть твоим рабом, чем ее. Ричард, ты победишь ее и без магии. Нужно заглянуть в себя. Заглядывал. Но все напрасно. Я не вижу себя там больше. Вижу только ее. Ричард, нет! Ты должна. Нет! Нет! Шота была права. Ты предала меня. Предательством был мой уход. Будь я с тобой, не случилось бы всего этого. Шота вообще, вот из-за ее каких-то... Неверно контрепретаций. Контрепретаций, то, что она говорит, и случается. Если бы она не вмешивалась, ничего бы не случилось. Не надо влезать в петлю. Конечно! Долго еще? Терпение. Мы ждем тут Келлен уже больше часа. Она не возвращается. Сейчас ее... Рав, я хочу, чтобы ты отправил людей. Нет! За ними! Как можно бы... Ну, 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 ладно. Что ж, за ними? Да это ж прям очень близко. Ну да. Моя госпожа, не бойся. Еще и светится. И все, и они такие... Идемте домой! Надо быстрее уходить отсюда! Бежим! Скорее! Эй, свободно! Эй, куда вы? Искателю нужна наша помощь! Исповедница мертва. Ее бедные рабы освободились из-под чар. Теперь некому воевать за тебя. Перед тем, как казнить тебя, ты будешь обучена мной. Будь уверена, твое воспитание пройдет в нескончаемой страшной агонии. Конечно, Ричард может спасти тебя от мук, подарив тебе милосердную смерть. Чем докажет мне раз и навсегда, что его обучение закончено. Капец! Убей ее. Че будет? Я переживаю, а ты... Сделай это сейчас. Ну же, Ричард, я жду. Убей ее. Ричард, это не ты. Не могу. Тогда смотри на ее мучения. Избавь ее от боли, Ричард. Нет! Капец! Это что за хрень? Так, ладно, это был милый сериал. Это был очень милый, добрая, типа, сказка. Которую показывали на Дисней. Да, это что за блин? Мне страшно. Ну ладно, не то, что страшно. Я переживаю прям. Прям очень напряженно. А, я поняла. А, я поняла. Я думала, даже если кого-то убьют, есть же дыхание жизни на всякий случай. Ну ладно. Ее-то зачем отдыхать? Ну может. Ну ладно. Ну он, типа, не смог убить, да? А, ну что, вот так прям? Я думала, будет единение, типа. А я думала, будет, Трэш кого-то убьют. Вот, я еще хотела. Я знаю, вам интересно, как они бьют друг друга. Ну знаешь, о чем я подумал? Эй, Джилл работает на голом теле. А она все время находится в БДСМ перчатках. А она такая, ой, мне так плохо, мне так плохо. А, ну может быть. Да не факт, что на голое тело работает. Ну, нам все время показывали, что он работает на голое тело. Нет, Ричард ей живот тыкнул, и ей было больно, исповедница. Черт. Ну это было не кожаное. Ладно, ладно. У него поднялся. Ладно, ладно, ладно. У него такая коса прикольная. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно, ладно. Опять? А, меч. Да брось ты этот меч, можно же другим способом ее заколоть. Черт, не было плана, получается. Ты научила меня сопротивляться боли. Охрененно. Сейчас нам надо отдохнуть. Не, ну все нормально, все логично. Ну да, но... Да, 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 все ок, все ок. А где остальные, блин, девочки? Вот это вот, Клеопатр или как ее звали? Клеопатр. Нет, как-то его по-другому звали. Катя. Она ушла. Такой ответ тебя устроит. Иди отсюда. Да, трэш. Ричард, я должна тебе кое-что сказать. Да он знает. Да она уже сказала. Это правда? Знаешь, каково это? Услышать все от нее. Почему ты не говорила? Думала, если скажу тебе правду, ты будешь бояться меня. Твои чувства изменятся. Выходит, мои чувства для тебя важны. А говорила, что нет. Ну, как ты сказал, лжать из меня никакой. Ой-ой-ой. И что? Дальше будет? Не представляю. Но знаю точно, что не уйду от тебя ни на шаг. А пророчество? Я даже не знаю. Предательство хуже, чем от тебя уйти. Может, пророчество уже исполнилось. Но, Ричард, твое предназначение много важнее, чем любые чувства между нами. Поэтому мы никогда их не воплотим. И чтоб они не вышли из-под контроля, мы их похороним. Ричард, ты сможешь? Угу. Надеюсь, что нет. У тебя получится. У тебя получится. У меня. Что ж, одному я научился у Дэны. Это страдать молча. как это грустно мне жалко эту дэну думайте что хотите она конечно тетка с характером но ее тоже когда-то как эту шестилетнюю девочку заставили то есть насиловали мучили заставляли быть злодеем да и она в силу своего круга все равно пыталась проявить добродетель нет нет но посмотри на нее ну правда вот смотри когда все вокруг тебя зло ты среди этого зла находишь меньше зло в чем она добродетель проявляла все что она делала это были манипуляции да но все равно она нет все просто как она выглядит можешь просто так сказать не надо оправдывать нет я хотел сказать что я пытаюсь найти меня искатель я пытался ее перевоспитать разработать с ней план ребят вы чё госпожа дыхание а трэш ну радуйся жива твоя дэна сериал дублерунский это какая-то дича не серия абсолютный просто она уже начинает конкретно эта серия с темными начала начинает конкурировать ничего не поменялось по эмоциям очень мощно эмоционально очень так ребятки все посмотрели видите сами как нам тяжело все это было видеть я думаю что вам тоже будем смотреть дальше все спасибо что были с нами напишите что-нибудь хорошенькое в комментариях или плохое не нафиг плохое нечего вот это вот это иллюзия свободы так ребятки все ладно на самом деле можете что-нибудь такое но не супер не супер плохое но там допустим ну аккуратненько как-нибудь аккуратненько без вот этой палки из вот этой вот дрына этого волшебного все ребят давайте